Корякин ведет со счетом 2,5 на полочка, и мы начинаем четвертую партию. Так, контроль 5 минут и 2 секунды добавления на ход. Ну, молодец, Корякин, вы знаете, в прошлой партии как-то все-таки передавил соперника. И вот предыдущая партия показала, что Майеру нельзя, нельзя все-таки оставлять себе так мало времени давать сопернику настолько большую временную фору. Поэтому сейчас Майер обязан играть побыстрее. Мы снова видим французскую защиту, это достаточно такой стабильный, серьезный вариант, где белые претендуют на маленький перевесик, но у черных в позиции практически нет слабости. Да, это хорошо известная теория, а 6 потом ферз при случае уйдет на c7. Так, ну здесь теория очень большая, она развивается буквально десятки лет, и, соответственно, шахматисты, конечно же, это все должны знать. Но вот любопытно, что на французскую Сергей здесь в этом матче играет конь d2, не конь c3, а конь d2. Конь c3 все-таки поагрессивнее, но решил, во всяком случае, не показывать свои дебютные разработки. Так, слон d6, и угрожает взятие на h2, и Сергей просто, знаете, играет по-простецки. То есть никаких претензий на перевес вот не демонстрирует, мне кажется, черный сейчас вплоть до хода... А, на b5 как раз слон бьет b5. Я хотел развить королевский фланг, значит b6 тогда можно сыграть, и потом слон b7. Еще раз повторяю на b5, слон бьет b5, конь бьет b5, и на d6 зависает слон h6. Но h6 неочевидный ход, и ферс f3 вот теперь уже с двух нулей не будет из-за удара на h6. Я, честно говоря, не уверен, что ход h6 был правильный, скорее это была такая перестраховка. Мне казалось, что черные все-таки имели право развиваться тем или иным способом. Так, слон e5. Слон пошел на e5, но при случае черные, если что, и на d4 могут хлопнуть. Ну, например, сейчас слон d7 сыграть, потом хлопнуть на d4 и слон c6. О, вот это правильная, наверное, идея. Если, конечно, на... здесь конь f5 не будет хода. А если конь f5 сейчас случайно, на ef, слон f4... Ну, да, это надо посчитать. Вот здесь, знаете, как-то не надо торопиться. Все-таки конь-то свой, родной, до боли. Там черные, да, действительно, конь g4 и два нуля сыграли. Ну, ферз e3 вот так нападает на слона, и если взять ее на d4, то, конечно, ферзем на d4 возьмет. А если слон уходит, тогда конь f5. Ну, вот, мне кажется, что черные потихонечку сейчас могут доиграться. Доиграться! Ну, все-таки не успевают как-то рокировать. Все-таки, ну, видимо, придется, наверное, бить, честно. Да, бить и играть слон c6, наверное, пожалуй, единственный способ. Ну, тогда у белых два слона та самая классика, и слон на f4 выходит. Если, конечно, ладья бьет e6, вот там сразу не прикончит волка-одиночку. Нет, там вроде черный король убегает. Но у меня такая идея. Слон f4, слон d6, и где-то на e6 надо треснуть и, собственно, сделать что-то такое красивое, матовое. Ну, что, снова не уравнял Георг Майер. Ну, вот здесь просто где-то он переборщился. Так, вот мне пишут, да, давайте, даю мышь, даю мышь. Так, дело в том, что счет действительно, мы просто не успеваем, друзья мои, мы не успеваем смотреть счет. И у нас есть заготовлено несколько окон, но шахматисты настолько быстро, настолько быстро играют. И никаких пауз между партиями нет, что, в общем, соответственно, показать счет я вам не могу. Но обратный отсчет вы зато видите, между фамилиями Сергей Корякин и Георг Мейер, вы видите, сколько времени надо еще, дается еще соперникам на то, чтобы поиграть с контролем 5 минут и 2 секунды добавления на ход. Ну, что у нас получилось достаточно спокойное, неторопливое окончание, в котором преимущество двух слонов белых все-таки обещает им долгий и такой, я бы сказал, комфортный перевес на много-много лет вперед. Вот, ну, пешка на Ф3, король на Ф2. Так, если слон Б5, вот я бы здесь за черных подумал, может быть, слон Б5 можно сыграть, ну, там даже слон Д1 и никакого размена не получается. Вот этот монстр белых на поле Д4 контролирует оба фланга, и, конечно, черным нелегко. Может быть, с этим монстром можно побороться, я вот думаю, сыграть Ф6, потом Е5. Отлично, отлично. Ну, хорошо, Ф6, там пешка на Е6 подвисает. И слон Д3, слон Ф5, такой еще есть нюанс. В общем, Мейеру предстоит здесь нелегкая защита. Ну, с учетом того, что он уже отстает в счете довольно прилично, пол очка на 2,5, ему, конечно, вот сейчас сделать бы еще одну ничью было бы неплохо. С учетом того, что сама позиция просто не располагает к игре на выигрыш, здесь о чем-то большем думать тяжело. С другой стороны, в Блице, конечно, бывает всякое. Правда, я замечу, дорогие друзья, что Сергей Корякин на данный момент является чемпионом мира по Блицу. Это был Блиц-турнир на арабских берегах с контролем 3 плюс 2. 3 плюс 2 как раз Сергей, в котором Сергей Корякин оказался сильнее всех. В том числе он обыграл и Магнуса Карлсона. Я надеюсь, что вы помните мои трансляции с этого чемпионата. Ну, вот посмотрим. 5 плюс 2, плюс 2 это вообще почти серьезные шахматы. Вот так, в моем представлении. Я последнее время только в Блиц играю. В общем, ни в серьезные, ни в быстрые играю. Но 5 плюс 2, я могу сказать, что в интернете не играет почти никто. Это фантастически медленные шахматы. Ну, что, С4 пора нарвать. Серег. Давай С4 порвем просто соперника. Что тут церемонится? Ну, хорошо. Ладья Д2. Еще ладью подтянуть на всякий случай. Потом видно будет. Заметьте, что слон. Слон с Д4 пока мешает черной ладье уйти с поля Ж8. И, соответственно, ладья пока не идет. А если сыграть Ф6. Ф6, тогда пешка Е6. Прогибается немножко. Может быть, кстати, неплохо. А, вот, именно сейчас, потому что белый слон с Д4 не может уйти. Пешка на С4 зависает. Ну, судя по всему, пора играть С4. Я вот думаю, Сергею. Потому что иначе последует Е5. Ну, и, собственно, черные станут стоять очень хорошо. Ну, что, Серега, пора. С4. Вперед. Бей его. Нет. Ф4. Это абсолютно другая концепция. Мы придерживаем пешку на Е6. И, ну, за черных, конечно, Ж5 где-то напрашивалось. Я не знаю, зачем надо играть пункт С7. Мне кажется, Ж5, ну, а теперь Ж5 попробуй сыграть. Там же пешка на Ф6 подвисает. Ну, хорошо. Георгий Майера, смотрите, своя, своя стратегия. Он собирается подменять немножечко ладьи. Ну, да, королем идем на Е1. Защищаем. Ну, вот здесь-то С4, может быть, надо сыграть? Нет. Сергей решил играть терапевтически, безо всякого риска. Он собирается разменять все ладьи. Потом сыграть слон Ф8. И выиграть пешку на королевском фланге. Для Блица, я считаю, идеальный план. Для Блица ничего лучше и придумать нельзя. Ну, если черные там поставят коня на Е8, еще путем слона Ж5 можно его уколоть. Так. Ну, этот ход ничего не меняет. Даже С4 можно сыграть, мне кажется. Потому что ладья не берет на С5. На Д8 подвисает бадья. Но, хорошо. Да, С4 все-таки сыгран. Но, мне кажется, белые имеют право поставить на С4 и слона, и пешку. Да, вот, кстати, после того, как пешка встала на С4, на коня на С7 смотреть больно. Размен. Ну, что, не пускать же белую ладью на Д7. Хотя, король С8, может быть, и не запрещен ход по кодексу. Но, в общем, сомневается Георг Майер. У него, мы видим, на 2 минуты меньше времени. И позиция по-прежнему похуже. Так, ну, в общем, классика жанра. Два слона, два слона на два фланга. И надо постепенно, постепенно мучить соперника. С учетом того, что у него нет контр-игры, это очень довольно неприятная стратегия. Причем, не обязательно торопиться. Это все-таки дело такое. Так, ага. Ну, тут простая тактика. На ладья Д7 ход король С6 это двойной удар. Так что, вот это мое выражение. Не пускать же ладью. Подождите, подождите. А там на король С6 на Ж7 же можно было бить. Видите, король С5, ладья бьет С7. По-моему, Серега сразу мог сыграть ладья Д7. Да, но вот, что называется, перестраховался. Это, опять-таки, его право. Суверенное право. Ну что, король Ф2, видим, надо убирать. Нет, ладья Б6 тоже, тоже толковое решение. То есть, чуть-чуть отдалили черного короля. Хотя, вот сейчас меня смущает то, что белая ладья на Д7 не внедряется. Ну, вот, давайте посмотрим. Да, лучше поздно, чем никогда. И вот теперь у белых, кстати, довольно много слабых пешек. Это меня смущает. На С4, на Ф4. А кто будет к ним цепляться? Так, на слон Ж4 будет ход Ф5. Ну, вот, Сергей, мы видим к пешке А6. Явно пицелится. Хочется играть просто С4 и С5. Эту пешку загрызть. А пока угрожает взятие на С7. Там ладья на И6 зависает. Тяжелая позиция, ученые, друзья мои. Тяжелая. Все-таки слоны, это слоны. Хоть в Москве, хоть в Стокгольме, хоть в тех жарких краях, где сейчас находится Сергей Корякин. Да, фишеровские шахматы будут в конце, после каждого, соответственно, этапа. Просто раньше, в прошлом году, вы помните, у нас был турнир Blitz Chess Battle, когда начинались фишеровские шахматы. А сейчас, вот, когда у нас кончаются полтора часа, отведенные на такую игру, соответственно, после этого шахматисты сыграют одну партию с таким же временным контролем, но в шахматы Фишера. Ну, вот, вы знаете, Серегу понесло сейчас какие-то неведомые края. Слон Ф8, ладья на Б4, странная. Мне кажется, что сейчас позиция стала не такая уж понятная. Правда, слон лет А6 есть ход. Может быть, пешка все-таки лишняя? Нет, он играет С5. Я полагаю, что здесь... А, ну, правда, при коне на Е8, пока конь не активизировался, можно чувствовать себя спокойно. Но вот если конь... Вот, кстати говоря, отличный ход Ф5. Если конь через Ф6 сейчас выберется на волю, то, в общем, будет достаточно интересно. А вот и второй слон белых вышел вперед. Кстати говоря, конь Ф6-то сыграть будет непросто. Там на Д6, видимо, слон заползает. И вот дружная комбинация, дружный отряд двух белых слонов и одной ладью может даже матовую угрозу создать. Король Е3. Хорошо, хорошо действует пока россиянин. Ну, ничего не скажешь. Класс-то у него высокий. Ну что, может быть, слон Ф7, ладья Б6. Неожиданное решение. Вы знаете, это просто способ добраться до пешки А6. Я думаю, что на королевском фланге все-таки... Ну, там Ж4, правда. Зачем ЖФ? Вот странное решение ЖФ, потому что теперь пешка А же поскачет. Слон Е5 надо сыграть. Слон Е5. Вот, не пускаем коня. И пешка Аш несется вперед со страшной силой. Я думаю, что положение черных уже проиграно. Ну, Аш4. Аш4. Кстати, слон Ф7 тоже неплохо. Здесь, видите, конь попал в какой переплет. И поехали. И поехали Аш4. Так, Сергей, не знаю, может быть, слон Ф7 было неправильным решением. На самом деле, активизировали коня черные. Но все равно положение должно быть непростым. Мне кажется, представляется, что пешка Аш настолько сильная. Девушка. Ох ты, король Ф2. Неожиданно. Кто-то другой сыграл бы король Д4. Ну, например, я. Да, теперь как держать эту пешку? Ф4 где-то придется сбрасывать, видимо. Конь Б4. Ох ты, вилка на Д3. Серега, не зеваем слонов. Слонов не зеваем. Отлично. Молодец. Я уже испугался. Но конь-то вышел на волю. Да. Конь вышел на волю. И, в общем, ох ты, слон Ф4. Отличный блок. Вот была в чем идея российского гроссмейстера. И теперь как держать пешку? Она ползет как черепашка и... Ну, конь Ц1. А, конь Ц1 там тоже слона съедают. Блестящий. Блестящий. Ну, молодчик. Вы знаете, пешка Аш просто проходит. Вот хотя, казалось бы, до цели так далеко. Слон Д5. Ну, взяли. Взяли Аш6. Похоже, прошла пешка-то. Вы знаете, преимущество двух слонов заключается в том, что одного из них можно в нужный момент разменять. Именно это делает Сергей Корякин и добивается очередной победы. На этот раз третий. Счет 3,5 на пол очка в его пользу.